здравствуйте дорогие друзья приветствую всех любителей домашней птицы и всех птицеводов сегодня вот мы купили из такие вот яички порода легорн это яичная порода почему решили взять яичную породу у нас были разные породы и адрилерские серебристые и мастер грей это уже кроссы идут и редбро ну кроссы как я пробовал как-то скрещивать кроссы с обычными курями получается переводня какая-то и плохо несутся а вот именно легорн это та несушка от которой вылили очень много пород курочек это как говорится основа всех несушек можно сказать хорошая порода старинная что самое интересное можно этих курочек в дальнейшем можно будет их размножать чего я и хотел по мясу они конечно небольшие кушают они не так много как вот например мастер грей мастер грея очень тяжело угадать с кормами чуть-чуть перекормил они зажирели чуть-чуть не до кормил они сразу сбрасывает яйценоскость но они больше как бы бройлерного направления мастер грей поэтому они очень хотят кушать и очень много кушают эти курочки более не менее меньше будут кушать больше яиц будут нести но посмотрим итак сегодня мы закладываем их в инкубатор инкубатор у нас старинный наверное ему уже лет 15 назывался как то квочка по моему днище у него уже пропала это я уже вот с такого пенопласта сделал новое пенопласт крепкий вот его даже тяжело пальцами сжать в этом году сделал новое днище стенки еще более не менее крепкие эти уголочки оцинкованные он местами даже уже цинк начал слазить от времени ничего он живой хороший инкубатор на дно на дно мы поставили ванночки с водой вот ставим последнюю ванночку не обязательно такие ванночки можно одну большую ванночку с водой поставить заливаем их водичкой чтобы часто не лазить потому что вода испаряется в процессе инкубации и воду периодически надо будет по-любому доливать бумажка вода нужна для влажности вода для поддержания влажности в инкубаторе это простой обычный инкубатор никакого тут влагомера нету ничего единственное что я его усовершенствовал сам много раз процессе эксплуатации я видел его недостатки его совершенствовал сам сделал вот такой вот от компьютера сын подогнал мне вентилятор или как он там называется и сделал вот такое вот днище небольшое на которое ставят яички вот водичку мы под низ поставили теперь устанавливаем это днище на которое мы будем ставить яички до этого мы его погоняли двое суток пустой проверили чтобы работала вся электроника все оборудование чтобы работал работает исправно температуру держит старая надежная итак перед закладкой яичек что мы делаем берем карандаш обычный простой берем яичко с одной стороны рисуем минусик с другой стороны вот с этой стороны тут напротив рисуем смотри так как на камеру и бежим выделяется как и желток внутри вот и поворачиваешь смотри как видно плюсик и вот допустим сегодня мы с утра поставим их на минус на минусе для чего это чтобы не запутаться когда вы яйца переворачиваете вы раз его перевернуть перевернули на плюсик все на плюсики стоят вот потом раз когда переворачиваете на минусик поставили это для того чтобы просто не запутаться без автоматического переворота автоматического переворота нету тут когда-то были такие металлические прутики типа можно быть дно поездила типа можно было переворачивать но она не работала это проще поднять крышку перевернуть вручную тут не так уж много мы 35 яиц всего закладываем больше влазит но тут больше тут что-то или 80 по моему лица зарисую плюсик и минусик яички мы купили эти вот потому что у нас такой породы нету в дальнейшем думаем не развести эту породу может быть петушка поменяем там чтобы не было родственного скрещивания так что ставим их пока на минусики и так закладываем сейчас весь инкубатор ну что же сделали мы закладку яичек вот они все стоят красивенько переворачиваю я их два раза в сутки не заморачиваюсь некоторые там и по 5 и по 6 раз переворачивают и ставят автоматику но это у кого много из конечно там надо чтобы был переворот яиц а так я утречком встал перед работой пришел крышку снял и вот так вот раз 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 на плюсики все перевернул ну пять минут я потрачу ну 7 минут потрачу времени потом вечером я делаю переворот есть два раза в день вот утром и вечером и все получается вылупливаются нормальные цыплята все хорошо и выход хороший все нормальненько главное не упустить водичку которая там в ванночках этих стоит можно я повторюсь обе большую одну ванночку спросите как добавляю водичку в ванночке беру в чашечку воду трубочку и трубочкой вот так вот прямо через сетку добавляю в ванночке воду поднимать ничего не надо яички так как лежали так и лежат через 10 дней ребята начинаем охлаждение яичек как это делать делается пудричком пришел открыл крышку все отключил где 20-30 минут открытая крышка яички немножко охладились потом перевернул их или сразу можно перевернуть и 20-30 минут подождать все потом закрыл и вечером такая же самая процедура как переворачивать яички и еще раз охлаждаете потом за пару дней до того как и цыплятки должны вылупиться яички уже не надо переворачивать они себе лежат спокойно и цыплятки с них вылупляются вылупляются они на 21 день все закрываем крышечкой закрываем крышечкой крышка у нас старенькая следующий год надо будет сделать вот с такого пенопласта нормальную крышку кошка я тут тоже делал самодельная потому что пришел посмотрел что там делается все нормально а так тут стояла какая-то такая маленькая дырочка в которую ничего не видно что там вылупилась не вылупилась непонятно сделал я тоже самодельное вот такие вентиляционные отверстия потому что тут было вот такие вот маленькие раз два три и в четвертый шнур вставлены их не хватало эти отверстия пока закрыты открыты вот только именно вот эти три маленьких а потом я постепенно открываю все вот эти вот отверстия пробочки вот такие вот сделал с пенопласта можно сделать вот такие вот датчик тоже вставляется сюда в дырочку в ней трубочки зафиксировали этот датчик тут две лампочки обычных стоит и больше ничего такого серьезного нету закрываем закрываем все инкубатор у нас что мы делаем берем переносочку нашу включаем ее включаем вот такой вот таймер времени который включает и отключает вентилятор вентилятор он включает где-то на минут 5-6 по моему и раз в полчаса как раз хватает прогнать воздух по всему объему инкубатору включается вот этот через адаптер вентилятор такой адаптер тут обычный компьютер все включаем так это мы включили и и дальше включаем реле времени тоже в розетку в которой включены именно вот этот шнур включены лампочки на реле времени тут выставляется время температуру температура время вернее не выставляется температура выставляется и он уже автоматически то включает то выключает лампочки и поддерживает температуру нормальная температура инкубации где-то тридцать семь и восемь тридцать семь и девять ну можно 40 но я 40 не не держу никогда тридцать семь и восемь тридцать семь и девять держу и отлично все получается все мы его включили и теперь он начинает продумать купили все теперь вот она показывает вот смотрите сейчас она будет 21 и 8 пошла температура то есть нагревается уже температура в инкубаторе 21 и 9 если видно вот датчик вон вот я им шевелю он должен находиться в районе яичек как раз на уровне яичек не дотрагивать да лучше не дотрагиваться сейчас подержи я чуть-чуть сейчас переставлю это яичек вот сюда допустим все отлично датчик как раз на уровне яичек стоит и температура вот она должна добежать до тридцать семь и восемь тридцать семь неделю тридцать один и два нет 23 если надо добавить или убрать так вот этими кнопочками все регулируется это уже новенькая старенькая у нас сгорела давно она была ненадежная поработала что-то там года два потом мы новое такое же купили она тоже года два-три поработала вырубилась а это уже более современная красивая крышку конечно я потом переделаю надо будет уже новую сделать у меня еще есть три инкубатора самодельных но они большие там идет на 200 яиц можно гусиные индюшины тут тоже можно и и утиные и индюшины но там у тех их есть немножко другого не вы можете посмотреть по-другому там их надо опрыскивать водой чтобы была влажность у них это типа имитация что утка вышла с воды мокрая и сразу села на яйца хотя говорят что к утке вода не прилипает но все равно надо их опрыскивать сегодня 26 апреля проводы как раз коронавирус бушует на кладбище нас не пускают ну мы вот так вот занялись полезным трудом решили поставить на инкубацию яички как раз так получилось что сегодня нам их привезли а так обычно мы со своих яичек инкубируем но желательно покупать у проверенных людей яйца на инкубацию но мы попробовали вот у этого человека купить посмотрим что получится потому что один раз я купил с товарищем на двоих дорого очень дорого купили яйца арпингтонов золотистых нравится мне эта курица очень красивая и что вы думаете золотистых и кукушчатых купили они такие как курочка ряба ни одного не вылупилась 40 яиц 20 таких 20 таких ни одного не вылупилась и так сегодня 26 число повторюсь 6 часов вечера сегодня вот мы и заложили сегодня их уже трогать не буду до утра утром я приду и переверну их все всем пока и дальше будем будет проветривать не надо их до 10 дня просто переворачивать пришли открыли перевернули все всем пока